Итак, всем привет, это НДПГ, и мы продолжаем играть в Кайзершвизу за Синдиката Америки. И движемся мы к Технократии, но не спеша. Видели мы уже первых наших соперников, я бы сказал, даже двух соперников. Остаются Тихоокеанские Штаты и Союз Американский. Что ж, давайте будем сейчас планировать наступление, займемся здесь границу. У нас прямо сейчас с ними пакт о ненападении, но он скоро как раз закончится. И очень удачно для нас, на самом деле, он закончится, потому что сейчас их душат здесь. Мы сейчас подушим с другой стороны, ну и после чего продолжим наступление на Тихоокеанскую Республику, с которой мы будем не мерить, так сказать говоря, а там пришли японцы, вау, забавная ситуация. Но куда бы ни приходили, мы заставим их уйти. Поехали. Также наша высока на Кубе очень успешно тоже проходит, но мы уже делаем вот такой фельдмаршаловский приказ, включая и вот эту армию, здесь мы уже вручную дойдем, но потом, конечно, дивизии поедут уже сюда, на эту границу. Нужно побыстрее занять ее, потому что как только закончится это вот мирное время между нами, сразу же начнется война. И пока что тут, видите, много дивизий не хватает, так что мы имеем шансы очень-очень успешно ударить по их тузам. Мы, кстати говоря, закончили все фокусы по армии, у нас буквально, ну, остались только какие-то фокусы. Плот-авиация, на самом деле, вообще вести нет других фокусов никаких в военное время, но и ладно. Потому что так или иначе, мы все равно достаточно быстро закончим эту войну, так что не страшно. О, МДБЛ при смерти. Я так понимаю, организованное остается дезорганизованным. Это вот оно, и что происходит? Оно остается минимальным, хотя все еще и имеется. Это все еще не то. Давайте продолжаем бить по всяким террористам. А еще надо не забыть поставить 10 освобожденных рабочих. Вот теперь поставили, будем получать чуть-чуть побольше всего. И вот Куба, которая там теракты делала, наказана за такие вещи. Белгородский пакт устывает против Болгарии. Здесь какие-то непонятные картинки и цитаты непонятные. Ладно, цитаты это, наверное, вот этого, да, парня. Мы стоим с этим вот шаблоном, потому что с них на это опыта. И вот так вот я буду играть, пока у нас не накопится опыта. А еще, я думаю, неплохая была бы идея успеть потренировать немножко своих войск, которые еще недостаточно обычные. Хотя вот эти вот ребята, видите, ну уж очень опытные. Прям солидно опыта на получали. Поэтому я, конечно, несомненно, рад. Тут еще программа распределения ресурсов происходит. По факту мы просто перекачиваем поддержку войны в стабильность, либо наоборот. Но стабильность, очевидно, чуть поважнее будет. Кстати говоря, судьба Кубы, да, мы возьмем себе морскую базу, но тому Кубу можем уже выделить марионеткой. Кстати, разблокируются ли у них фокусы? Нет, никакие. Просто они поделывают ресурс. Кстати говоря, господи, куча хрома тут, резина, что-то еще. Как будто полезно для нас будет. Подвигающееся канадское вторжение. Так, мини-тмены разбиты. Отлично, мы полностью удалили их идею. Это прекрасно. Кубинские земли возвращаться не будут. И в связи с канадским грядущим вторжением нам бы как-то, наверное, увеличить вот эту подготовку армии и пораспускать вот эти дивизии. Через сколько они планируют на нас только напасть? Такой вопрос. Где у нас кнопки отложить? У нас была кнопка отложить, я видел. Вот у нас срок ведь. 1,60 дней. А за политку можем это сделать? Давайте так и сделаем. Почему бы нет? Минстабильность, там, это все, скорость туда-сюда. Пускай там справляются с этим. Мы за это время как раз успеем побольше обучить людей в армию. У нас тут есть уникальная идея бунтарка. 1% военно-постонаселения, а альтернатива просто чуть-чуть опыта, стабильности и политки дану. Кто вообще в жизни возьмет правый вариант. Вместо одного процента. Еще 100 тысяч людских ресурсов сверху. Поддержка со стороны британского союзника. О, это нам надо. Это полезно, кстати говоря, да. Ну, я решил не сильно тормозить и сразу все эти дивизии задеплоить. Вот, пожалуй, я, наверное, чуть-чуть поменьше их сделаю. Чуть-чуть раскидаю по вот этим армиям все-таки. Таким образом, получу, ну, практически целую вот эту армию. Как-то так, наверное, пускай и будет. И вот тут, я думаю, наш генерал армии становится фельдмаршалом, потому что у него есть тоже хороший перк фельдмаршаловский. И назначается сюда. Здесь же его заменит какой-нибудь новенький, амбициозный, не знаю. Кто? Очень хороший вопрос. Кто? Давайте вот, Милан Ву. А он назначается готовить оборону от Канады. Ну и вполне себе планы вторжения, потому что мы перейдем в наступление достаточно быстро, я полагаю. Ой, вот уже мы избавляемся от клана и еще раз вьем скоро по ячейкам Черного Легиона. От тех и тех дебафов мы избавимся, как говорится, вовремя. Процент тоже взяли, я думаю, мы доделаем здесь все, потому что здесь очень неплохие бафы. 10 атаки, 20 превсоста в воздухе, и еще 10 опыта, это солидно. Кстати, американский союз-то начал неплохо уйти на запад наступление. Будет очень жаль, если кто-то внезапно проведет тузовую атаку. Постепенно восстанавливается еще порядок, мы территорию получаем национальными. Я слышу звуки высадки. А, Япония вошла за Тихай... Ага. Интересное развитие событий. Ну, сразу понятно, кто тут на самом деле всем заправляет. Ну, мы ничего, выбьем отсюда японцев. Бля, ну, ребята, я, конечно, разное видел в периодах. Но легкую батарею назвать световой аккумулятор, это сильно. Это прям, прям сильно. Помещение для самолетов. Самолеты, видимо, внутрь корабля залетают. Ну и, конечно же, прекрасный антивоздух. Ух. Прям, прям, перевод прям, прям хорош. Кто бы хочет купить наши самолеты, давайте продадим их. Почему бы и нет. Тем более, это дебафы, это просто истребители, а не тяжелые истребители. Всегда, когда разработчики так делают, очень смешно это выглядит. Типа, вот вам дебаф на производство самолетов, которые вы даже не производите. Но за эти самолеты, которые вы не производите, вы получаете прибыль. А поэтому вы вот получаете 10 по минус. Гениально. Блин, а скоро там мы что-то, ну, начнем войну с этими ребятами. Как будто бы уже, блин, пора. Сколько еще у нас будет мира здесь над нашей головой. Мы были готовы уже наступать. Типа, блин, ну, ну серьезно, а что, почему я еще не могу начать войну? Как бы уже давно должно было перемирие наше закончиться. Это потому, что вот эти ребята еще живы. Так это же чушь. Я считаю, что надо сделать вот так. И по-честному было бы сделать вот так. Чтобы они, как бы, ну, либо готовятся. Давайте мы просто обеим войну. И дадим им время немножко перебросить дивизии обратно. И потом начнем наступление. Но все-таки они должны были понимать бы, наверное, то, что мы идем их атаковать. Так что пускай успеют перевезти войска сюда. И, стоп, я. Все, стоп, 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 стоп. Дадим чуть-чуть больше честности яишки, да. Пускай все-таки они успеют войска довести. Но они, в общем-то, я думаю, готовы к войне. Потому что они сами начали уже на нас наступать. Возможно, это из-за того, что мы еще тренировались, пока... Пока они к нам готовились подходить. Тут я уже начинаю исследовать, кстати говоря, морские техи. Потому что, ну, а что нам еще делать? Морские, точнее, фокусы. Так что, ну да. Ну, я думаю, теперь мы уже готовы. Плюс-минус. Так что, да. Теперь мы точно пойдем в наступление. И вроде все везде у нас отлично. Постепенно поднимаю я еще ополченцев. Распускаю их. Потому что это бесплатные винтовки и бесплатные люди. Нормально еще наступление на лонгистов. Ну и теперь, я думаю, все должно быть у нас прям совсем отлично. Да, так и есть. Итак, Черный Легион подбит почти, почти, почти додушили всех. Забавляемся уже от клана. Останется реально чуть-чуть Черного Легиона. Еще немножко федералистов, немножко кланов. Но в целом почти разобрались со всеми. Ну, кстати говоря, вайпнули вот этот флот. И я вот подумал сейчас насчет этого. Давайте не будем пока что вести никакие бои на море. Потому что нам эти корабли захватить бы все-таки потом. С одной стороны. С другой стороны, конечно, опыт тоже очень важный. Потому что у нас все равно будет достаточно кораблей. Но давайте все-таки сохраним эти корабли на всякий случай. Нам еще с Японией воевать все-таки. И вот оно. Американский союз мы забираем. Но я верю, что не сможем, скорее всего, забрать весь. Все-таки тут нас душит. Хотя, блин, вообще большую часть, наверное, мы все-таки сможем себе присвоить. Ну да, так и получилось. Мы присвоили себе вообще все. Потому что яишка отступает от того, что мы требуем в мирном договоре. И мы теперь рисуем план по захвату оставшейся части Америки. Думаю, мы уже сможем ее добить в этой серии. И куда бы нам наша матризованная войска отправиться? Если говоря, хороший вопрос. В теории куда-то по центру бы. Давайте пока что не пойдут вот так вот отдельно стоять. Не будут участвовать в этом планировании. Какой сейчас фронт сделаем, стабилизируем. После чего уже их поставим на центр, чтобы они пополам разрезали вот эту всю Тихоокеанскую республику. Еще, конечно, существует угроза вторжения канадцев. Но как будто они решили зачериться. А мы получили очень много снаряжения, кстати говоря, от лонгистов. И это прекрасно. И можем мы теперь, я думаю, уже ПВО поставить сюда. Сейчас опыт будет. И, в общем-то, ставим. У нас, да, немножко не хватает. Очевидно, такое будет. Ну, 400 это уже небольшие числа. Это мы уже переживем. Примеска на позициях. Начинаем наступление. Теперь можем в центр поставить нашу моторизованную пехоту. Она должна очень неплохо пробиться, я думаю. И организовать такой клиновый прорыв. Посмотрим сейчас, как все выйдет. Кстати говоря, имеются добровольцы. Имеются всякие фонские барионетки тоже. А сможем ли мы сюда... Нет, не сможем плод прислать. Ну и ладно. Я просто, может быть, подлодками бы закидал все, чтобы японцев подушить. Но вроде так не получится пока что. Ну и наши войска очень уверенно наступают. Как будто все... И будет таки... Мы как будто дали проход, что ли? Мексики. Мексика вступила в интернационал. Господи, я аж не выключил страшную кнопку. Ну, надеюсь, здесь во фракции нельзя вступать. Вроде, я думаю, ничего сломаться не должно было. Но я так понимаю, да. Это Мексика собирается напасть по мощным. Не знаю. Но, по крайней мере, в Мексике леваки. И это меня радует. Я вижу, что начинает заклебываться наше наступление. Давайте немножко снизим обороты. По крайней мере, поставим вот так. Скажите, немножко войска получше станут. И включим мы им снабжение машинками просто везде. Это очень неэффективно, потому что включаются машинки. Вот здесь вот машинка, она никого не снабжает реальности. Вот мы здесь ее выключим. Ладно, она не выключится. Типа, потому что вот здесь автоматически включается обратно. Но она вот отсюда снабжает примерно, может, какую-то пару дивизий здесь, которые и так имеют снабжение. А вот здесь дивизии, допустим, могут, не знаю, снабжаться откуда-то отсюда. Кстати... Нет, здесь Мексика мы так не можем снабжаться, к сожалению. То есть, в общем-то, а вот именно вот эти, да, нужно мобилизовать. Но вот это, допустим, тоже не нужно мобилизовать. А прекрасно мобилизует все, еще хотя бы одна коробка уходит. И как бы это очень неэффективно. Но в ваниле это дешево, поэтому можно. В принципе, мы остановились, потому что тут как раз таки и стоят эти вот припасные города в основном. Нам бы до них именно и пробиться. Но это будет тяжело. Там горы, и там очень много япошек. Но зато я тебе вижу новое применение для наших моторизводных войск. Они пойдут на юг. Здесь как будто все чуть-чуть попроще. И вот они попробуют, так сказать, пройтись по побережью. Если мы вдруг захватим основную часть портов, в принципе, это нам и уже и обеспечит победу. Да, опять здесь та же самая картинка. Что с русификатором точно не так. Но мы начинаем здесь наступление и поддерживаем общее тоже наступление. Чтобы везде фронт поддерживался каким-то напряжением, не знаю. Как будто, как будто мы можем просто взять и пройти эти города забрать. Здесь видите, очень мало дивизий по сравнению с вот этим количеством. И у меня есть ощущение, что мы сможем сейчас взять и окружить здесь очень много войск как раз таки вот этого вот... Как вас там зовут? А, здесь не переведено. Ну, сферы ко-процветания, так называемого. Да, вроде как очень спешно. Конечно, это рискованно было бы против игрока, но против фишки, я уверен, что она не сможет здесь пропушить никак. А еще это теперь позволит нам использовать подлодочки. Так что включаем их. Только направляем их вот сюда. Да. Отлично. И вот начинаем мы их душить в флот. В целом, я думаю, можно было бы и вот этим подействовать. Но мне не хочется выводить, он очень старый, очень такой дряхлый. И тем более, что после капитуляции Тихоокеанской Республики по факту я смогу флот Тихоокеанской Республики забрать. А вот конвои мне не так сильно интересны. Тем более, что на них, скорее всего, японцы передвигаются. Вот видите, есть проблема с тем, чтобы там рейдить. Поэтому мы давайте попробуем чуть подальше от берега это делать. Здесь все-таки глубокие океаны. Должно быть попроще. И тут вообще, кстати говоря, получается как будто окружение солидное. Да, меня такое устраивает. И вот уже Сакраменто упало. Скоро Тихоокеанская Республика будет капитулирована. А вот у нас, кстати говоря, и закончились фокусы. Как я и говорил, как-то их слишком маловато у синдикатов. А вот распад Тихоокеанского региона. Судя по всему, они сейчас и капнут. Да, так и есть. Теперь бегом добивать всех японцев, которые подумали, что им будут рады на американской земле. Нет, не будут. В смысле японцев здесь не так много. Хотя все равно небольшие, достаточно большие, наоборот, потери они понесли. 200 тысяч японцев погибли на американской земле. Так вам и надо. Еще тут, смотрите, какие-то конвои мы допили, но это такое. А теперь вопрос. А мы можем замериться с Японией как-то? Потому что, ну, по факту-то, нам дальше не сильно интересно как-то воевать именно было бы. Я думаю, в такой ситуации было бы смысл как раз-таки замериться. Но вот, походу, нет. Походу, надо вести будет войну до какой-то тотальной победы. Кстати говоря, я строю фабрики, потому что у нас потом все военные заводы, большую часть, переделывают обратно в фабрики. А вот фабрики, наверное, не должны трогать. Поэтому мы потом уже продолжим строить военные заводы в такое более-менее мирное время. Кстати говоря, а Гавайи-то, если что, наши? То есть ты чего делаю, что надо бы их занять? Давайте сюда целую армию переправим на этом, так сказать, по этому поводу. И нужно подумать насчет нашего флота к бою. Как-то его подготовить, наверное. А вот еще какая-то группа флота. Там мы его захватили или что это? Хороший вопрос. В общем, этого должно хватать, я думаю, чтобы победить японцев и, если что, к ним высадиться. Я думаю, будем стараться высадиться сразу поближе к Токио. Сразу мы до Токио не достанем, я вижу. Говорит, тут как-то нам рейджа, наверное, не будет хватать. Но вот сюда, потом там сюда и как-то уже, наверное, и можно будет. Вот наш лод уже подплывает Гавайи. Операция по ликвидации Японии сейчас будет начата. У нас мы все еще, кстати говоря, ведем гражданскую войну из-за этого. Из-за этого у нас все еще не разблокированы фокусы, так что нам действовать надо прям очень быстро. Сейчас, я думаю, мы уже продолжим наши операции в следующей серии. Мы разобьем Японию и сможем, наконец-таки, открыть все постгражданские фокусы. Это было бы очень хорошо. По политическим фокусам начнем идти и будем думать насчет Канады. Кстати говоря, они так и не начали интервенцию в нас. Возможно, поняли, что уже немножко поздновато. Ну вот и узнаем, что там с ними будем тоже делать. На свой ряд был Дугай. Ожелательно ставьте лайки, оставляйте комментарии, вступайте в группу Дискорда. Не забывайте про Твич. И до скорых встреч. Всем пока.